Ну, давай, чего? Упрашивать её ещё надо. Ой, очаровательно, конечно. Ну, рассказывай, мать. Как у тебя дела? Хорошо. Хорошо, я рада увидела тебя. Увидела Локи, всяких нубасов. Меня никто не побил. Ни жена твоя, ни жена Локи. Это тоже очень хорошо. Ой, какое умиление в чатике, да, Сию? Хорошо, микрофон поближе. Ты, во-первых, не расстроилась, что я тебя не позвал на шумач по PUBG? Расстроилась. Хоть я и не знала о нём, но вот сейчас я понимаю, что ты меня обидел. Серьёзно. Почему ты не позвал меня на PUBG? Хотелось победить. Вот, хорошо, ладно. Пока Понтия думает. Впечатление о стрим-фесте. Была ли ты в прошлом году? Кажется, нет. Мы бы запомнили. Вот. Ну, на выставках, в принципе, была. На Игромире, например. Кто-то ты приехал, деревня вообще. С какого ты города? С Москвы. Москва. Я коренная москалька. Продолжай. Что? Ну, почему на выставки не ходишь? Я нигде не была. Я вот такой человек. Я теряюсь в большом пространстве, где много народу. Я и сюда зашла. Говорю, я прошла, вот куда идёт толпа. Мне нужно сопровождающий, чтобы мне объяснить. Вот тут сидит майкер. Его надо запереть, чтобы с ним пообщаться, там, пощупать или ещё что-нибудь. Вот. Здесь сидит там ВЛГ. Здесь сидит ТОТО. Мне никто это не делает. Я пришла, я никого не вижу. Я теряюсь. Поэтому я в таких местах не хожу. Ну, сейчас хорошо, что ты пришла. Сейчас вот не потеряешься точно. Что запомнилось? Ты наверняка тут уже восьмой круг, я видел, нарезаешь вокруг этого стенда. Это, видимо, твой ориентир какой-то. Да, да, да. Да. Что запомнилось? Мне запомнилась Аляша. Она там стоит. Кто-то ещё там на шесте крутится? Кто-то? Это же Олеся, булетка. Олеся, да. А, ну да, вот Олеся тоже там, да, видела, видела. Вот. Ну, теперь буду знать. Вот. Потом ГХК. Мне пытался настроить стрим. Тыкал, тыкал мне пальцем в монитор, перезагружал. Короче, его там... Ну, и в итоге ничего не настроил. Вот. Потом пыталась найти ВЛГ, не нашла. И всё. Всё. А ты без мужа сегодня пришла? Да. У меня уже прям все, все-все спрашивают. Да. Это же мы его увидим. Да. Все просят палку показать. Показываю, вы такой длины. Ну, этот... Ну, ладно. Ай, господи. Дети не смотрят стрим? Нет, дети не смотрят. У меня дети вообще очень далеко. Они не знают, чем я занимаюсь. Что я... А чем ты занимаешься? Ну, что я стримлю. Вот. А кроме стримов, чем ты занимаешься? Ты работаешь? ИП. ИП. Ну, ты меня послала сразу. Хорошо. Чем твоё ИП... Как... Чем ты, как индивидуальный предприниматель, занимаешься? Я делаю отчёты. Вот. Отчёты кому? Банкам. Рассказывала об этом на стриме. Тебя уже спрашивали, ты рассказывал. Вот видишь, Михаил. Ты, кстати, прозавела. Ты прозавела немножечко. Михаил, между прочим, да. Это так тень падает. Смущают пацаны тебя в чатике, наверное, да? Да, да. Вот эти вот рожицы такие вот. Один вот так вот, короче, делает. Другой вот так вот. Давай поговорим о более серьёзных вещах. В частности, о той проблеме, которую ты в клипе озвучила, что когда человек обращает внимание на других стримеров, донатит, а потом приходит к тебе, и уже не остаётся энергии. Проблема номер один, Михаил. Серьёзно. Вот. Видите, там сзади, ну, там шест, да? Вот там шест. Вот. Там что-то, ну, происходит, а я хожу, вокруг меня ничего не происходит, понимаете? А когда придут ко мне, уже ничего не будет. А там у неё она уедет уже с этой машиной и полными деньгами, понимаете? Не думала менять формат, например? Я помню, что у тебя появился свет как-то. И на стриме мы могли видеть нечто большее, чем просто Понтию. Вот. Я думал, что ты решила сделать ребрендинг канала. Почему-то она реально покраснела. Как тебе не стыдно? Михаил, я сделаю вид, что я не слышала этого, что уговорил Михаил. Клипчики есть всё равно, можно поднять. То есть ты менять формат не будешь? Нет, нет, ни в коем случае. Только качественный контент? Да, да. Проба, проба. А какие игры ты будешь проходить? PUBG буду проходить. Попытаюсь, да. PUBG вот несколько раз попытаюсь, можно ещё потом несколько раз попытаться. Это же не очень интересная игра. Тебе нужны игры, где ты хохочешь, умиляешься, делаешь. А в PUBG такого, ну только на машинке ехать. Какие, по-твоему, игры подходят для умиления? Где есть какой-то отыгрыш, ну, мне кажется, что либо новеллы, либо где есть текст, где можно читать по ролям, что-то такое. Где ты могла бы, ну, что-то рассказать, что-то рассказывать. Конкретней, конкретней, пожалуйста, Михаил. Я же не специалист по этим девушкам, играм девушкиным. Ну как девушкам? Ну ты говоришь, тебе нужны игры. Вот я не знаю, какие. Баннер, сага. А это что? Я тоже для себя её недавно открыл. Это RPG с историей, немножечко боёв. Подожди, подожди, это там, где маленькая площадка, и карта не меняется, и бой, в принципе, тоже не меняется. И ты ходишь, там читаешь, 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 читаешь. Вот эта вот маленькая картинка, там что-то тыкается, да? Да, да. Нет, другая игра. Окей, ладно. Хорошо. Наверняка есть какие-то... Так, подождите. Пускай в баннер сагу поиграет. Нет, она уже сказала, что ей эта игра не понравилась. Хорошо. Я не знаю, что спросить ещё. Что мне? Стримфест. Третий раз вы тут? Ну, это банальный вопрос, кому я нужен. Стримфест с каждым годом всё лучше и лучше, по цифрам, бла-бла-бла. Сегодня мы вот, ну, на этом стримфесте первый раз со стендом. Вот. Это, конечно, влетело нам, но попробовать хотелось. Ну, знаешь, как в первый раз интересно. Хотя, как правило, разочарование. Но ничего, мы сделаем выводы. А вот, Михаил, а как вы относитесь к тому, что вот когда к вам подходит, просит расписаться, там, пофотографировать, смущаетесь ли вы? Ну, мне некомфортно, потому что я не считаю, что так оно есть. Ну, что, что, да. Ну, что можно подходить и говорить, что Михаил молодец. Я знаю, что не молодец, понимаешь? Я не молодец. Мы... Короче, не лезь ко мне в голову, ясно? За панте Михаила, пожалуйста. Там закончился ход, но вроде бы у них Б5. Но в любом случае... Ладно, понтяш, давай поговорим о будущем. Какое оно в твоих мечтах и в разрезе стриминга? Зачем ты губы сейчас облизала? О чем ты подумала? Михаил, я с тобой не могу... Я говорю, в каких мечтах, а ты облизываешь губы? Тебе не стыдно вообще? Поменяйте мне вот этого. Я не могу, он меня смущает. Я тебе читаю. У меня пересохло в горле. Может, камера этого не передает, но она просто пунцовая такая. Хорошо. Что ты планируешь стримить в ближайшее время? Новинки. Новинки. Я забыла, как называют. Новинки. Да вот вышла игра. В нее Джуз играет. Да. У тебя есть консоль? Да. Вот в нее я собираю, собираю. Жена в чате, осторожно. Слушайте, жена только... Нет, жена не в чате. Она там далеко где-то. Окей, может, что-нибудь особенное? Может, что-то скажешь напоследок? А то... Ну, как-то не хочешь сопрощаться на странной ноте? Ну, желаю удачи Михаилу, успеха ему в его проекте. Вот, молодец. Это наш проект? Наш, да? Наш, да? Ты уверен, да? Я завтра приду, скажу, это наш проект. Мы меняемся к лучшему. Мы становимся розовыми. Это мы решим на совете. Ну, в общем, не знаю. Чатику, конечно, побольше интересных стримов, стримеров. Вот. А Михаилу побольше интересных игр. Вот. Потому что в них интересно играть, а значит, и хороший контент. Вот. Но, конечно же, себе, себе любимый. Побольше зрителей. Очаровательно. Спасибо. Нам бы побольше таких стримеров жизнерадостных. Вот. Будем заряжаться и троллить тебя постоянно. Это доставляет особое удовольствие. Да. Спасибо тебе.